На линии, ожидайте. Алло. Ожидайте на линии. А кто это? Добрый день, Дмитрий Евгеньевич. А, привет, Винец. Звонок поступил из финансового агентства по сбору платежей. Зовут, Янтузов, Антон. Я знаю, мы знакомы с тобой. Вы Кузнецов Дмитрий Евгеньевич? Да. Слушай, это ты Кременчук вообще. Слушай, я выложил на Ютьюбе 2000 просмотров за сутки. Тебя хвалят. Говорят, Кремень, Очмошник еще тот. Ну, давай вторую серию устроим сейчас. Говори. Дмитрий Евгеньевич, звонок вам поступил по поручению банка Руси и ЦЗАГ. Думаю, ваши задумки по продукту ВИЗА. Передменой, наверное, укол делают какой-то тебе, да? Обезболивающий. ВИЗА, ГОЗ, золото. Да-да-да-да. А то я забыл, конечно. 25 июня, 16 года, 621 на 1850 врубе, 92 врубе. Как тебе все делать-то теперь? Оплачивать? А если нечем? Занимайтесь поиском. Каким? Чем заниматься? Поиском? На работу можешь пойти? А вы ни разу не работали? Не, я все время своим делом занят. А что, ты думаешь, что счастье в жизни работать на дядю? Горбатиться? Ошибаешься. Есть другие, более достойные способы заработка. На что вы живете в таком случае? Я же тебе говорю, у меня свой бизнес. Так, и что, какой вы успешный? Очень успешный, хороший, юридическая практика. Я помогаю людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. То есть, такой успешный, что вы даже не можете 621 тысячу. Ты мне объясни, зачем мне это делать? При том, при всем, что я брал 200 тысяч рублей. Дмитрий Евгеньевич, на данный момент, хорошо, на данный момент в банке проходят акции, отмена неустойчивая. Я же тебе вчера сказал, я же вчера тебе сказал, если банк захочет своих денег, он пойдет в суд. Если он не захочет, он в суд не пойдет. Он, скорее всего, в суд не пойдет. Зачем я буду хоть копейку платить? Но ты понимаешь, что тебе вот, знаешь, ты думаешь, вот вас там учат, говорят вам, типа, не обращайте внимания на оскорбления, чтобы вам не говорили, абстрагируйтесь. Вас зомбируют, вас зомбируют. На вас не реагируем, вот и все. Так нет, это тебя так научили. На самом деле, в итоге, ты остаешься посланным нахуй. Вот априори, понимаешь? И тебя там твои работодатели подлечили, сказали тебе, да не обращай внимания, это у них защитная реакция. Так же, да, говорят? На самом деле, как бы там ни было, защитная эта реакция у человека. Со злостью он тебе это сказал. Либо, ну скажем так, в сердцах, либо как я, с радостью в душе. И, понимаешь, в результате ты и твои подобные вот коллеги остаются посланными нахуй. Вот по-мужски я тебе говорю в очередной раз. По-мужски. Что в тебе твои работодатели? Они заинтересованы, у них огромная текучка. Им надо, чтобы вот такие дебилы, как ты, сидели и долбили должников. А деньги основные зарабатывают они. Ну ты же понимаешь, что с меня ты ничего не получишь. Ну неужели это непонятно? Я юрист. В поколении уже не в первом. Я 14-й год занимаюсь юриспруденцией. Ну ты пойми, что ты? Вот ты мне сейчас будешь говорить там суд. Да, я хочу в суд, но они не пойдут в суд. Антон, не пойдут они в суд. И вы там, вы уже пятое агентство, которое сползло. Вот в среднем полгода вы будете мозги ебать мне, и все. Вот тебе будут, а я тебе буду мозги ебать и тебе подобным. Смеяться над вами будут. Они в суд не пойдут. Русский стандарт не пойдет в суд. Они надеются на то, что ты выдолбишь у меня. Автомат вот этот тебя со мной сталкивает, и ты, бедняга, должен все терпеть. Вот сейчас ты там что-то шлепаешь, правильно? Пиши. Я хочу в суде все решать. То есть вы только в суде, да? Да ты что, не понимаешь? Ну суда не будет, Антонушка. Дружок, ты пойми, тебя обманывают. Тебе рассказали сказки. Да, конечно, есть результаты, когда ты попадаешь на бабушек, старушек, пенсионеров, инвалидов. Бабушек. Бабушек. Какая разница? И на них, и на тех, и на других ты попадаешь. Да, и там есть результаты. Ты глумишься над людьми, говоришь им какие-то вещи, которые ты считаешь, что это правильные. В итоге тебе какая-то зарплата падает. Но поверь, я не первый год с вами общаюсь. У меня клиентов сотни. Компания Алиам. Забей, загугли. Меня увидишь собственной персоной. Голос сравниваешь. Там видео на сайте презентация юрзащиты. Ну что ты? На YouTube зайди. Элементарно. Дмитрий Кузнецов канал. Ты все можешь. Посмотри, как к вам люди относятся. За сутки две тысячи просмотров. Более 500 комментариев тебя обсирают. Тебя лично. Может, ты даже уже там был. Антон, скажи что-нибудь. Скажи только вот что-нибудь, что тебе сердце подсказывает, а не твои работодатели. Говори. Ну, можешь положить. Жене, Дмитрий, Дмитрий Георгиевич, я не могу вам сказать, потому что мне сердце подсказывает. Ага, ну понятно. Сочувствую тебе. Сочувствую тебе. Тяжело быть марионеткой. Тяжело. Гораздо комфортнее, скажу я тебе, быть в числе моих клиентов, либо в числе моих коллег. Вот если ты захочешь, я тебя бы взял к себе на работу. Потому что ты умеешь работать по телефону, у тебя голос грамотный, и ты можешь перестроиться. А мне нужны люди, которые умеют продавать договоры юридической защиты. Вот нужны. Да вот что. Да, пиши смс-ками в свою электронку, я тебе условия скину. Мои работы. И ты будешь зарабатывать гораздо больше, чем ты сейчас зарабатываешь. Где бы ты ни находился. Так, Дмитрий Георгиевич. Ну не так, с этим разговором идите работайте, правильно, зарабатывайте деньги. Да ты меня не учи, это я, понимаешь, я решаю, я решаю сам, как мне себя вести. Каждое утро встаю с улыбкой. Все время понадобится. Да, конечно, понадобится. Я хочу машину новую купить, BMW 5 серии, хочу купить, она полтора миллиона стоит. Да, правильно. Да, да и дом надо достраивать. Надо работать. Да, конечно. Поэтому надо работать. Да, ну вы говорите, мне-то надо работать, мне нужно работать клиентов, спасать, помогать, отграждать от таких, как ты. А ты никогда себе не позволишь, не позволишь BMW 5 серии, никогда. Которая стоит полтора миллиона. У меня есть BMW 5 серии. Что, правда? Ну, тогда тебя поздравляю. Но только будь честен. Я знаю, как устроены коллекторские службы и как вам платить. Если ты, конечно, руководитель этой конторы, тогда платить. Вы можете успокоиться. Да я спокойно, что ты слышишь по голосу. Конечно. А вот ты вот уже напрягаешься. Переходите, работайте. Занимайтесь поиском денежных средств. А иначе? А иначе? Продолжай. Что будет дальше? Предупрежу, я хочу в суде... В суде хочу с банком пить. В суде хочу с банком пить. В принудительном порядке. А как это, по-твоему, прежде? В банке есть. А как это в принудительном порядке? Плеткой меня бить будут, на дыбу посадят. Что будет? Что такое принудительный порядок? Ты же вот говоришь, даже не знаешь, что говоришь. В надежде на то, что вот это слово принудительное, оно страшное. Для меня оно не страшное. Это блеф. Пустой блеф. Что такое принудительный? Скажи. Скажи, что такое принудительный порядок. Вы образованный человек относительно. Сами все прекрасно понимаете. Поэтому ожидание... Нет, я в твоих... Хочу в твоих устах услышать. Что такое, по-твоему? Ты ляпнул слово. Объясни, аргументируй. В чем в твоем плане принудительный порядок? Почему я должен напрячься от этого слова? Ну что? Ну продолжи. Принудительный порядок. Понимаешь, в нашей стране вы считаете, что суд это принудительный порядок. На самом деле в законном формате это добровольный порядок. Все конфликты в нашем государстве, в гражданском производстве могут решаться только исключительно в добровольном порядке, а именно в суде. И судья должен смотреть в первую очередь не на сумму долга, а на возможности должника принимать физическое лицо как более слабую, менее защищенную сторону. И при правильном составленном встречном искром заявлении, поверь, должник будет должен только столько, сколько он должен на самом деле. И никаких шестисотах, тысячах речи быть не может. Когда человек брал в банк 200 и еще и отдавал. Дмитрий Сергеевич, вы хотите мне показать ваш профессионализм? Да нет, я тебе рассказываю то, что я думаю. Понимаешь? Вот ты говоришь слова и не аргументируешь их. А я говорю слово и за каждое слово даю тебе ответ. Вот в чем отличаются наши с тобой жизненные позиции. Потому что я все знаю и за каждое свое слово готов ответить. А ты знаешь только то, что написано у тебя в методичке. И скажи мне, пожалуйста, BMW 5 серии, сколько у нее дверей? У тебя же есть BMW 5 серии. Дмитрий Сергеевич. Ну скажи, ответь. Ответь за это хотя бы, за этот базар. Вот сколько дверей у BMW 5 серии? Это не является планетом. Просто цифру скажи. Две или четыре? Просто. У тебя же есть BMW 5 серии. Понимаешь? Очередная вторая серия в ютюбе. Стремно. Стремно. Он тебе живется. Я надеюсь, что ты сейчас просто исполняешь. На самом деле ты задумываешься. Вопрос очень простой. BMW 5 серии. Четыре двери, как у всех машин. Посчитай на своей BMW. Если тебя к ней подпускают. Может ты думаешь, ходишь в салон. Это правильно делаешь. Визуально. Что ты думаешь. Причем мучить. Дмитрий Сергеевич. Дмитрий Сергеевич. Занимаетесь входит на денежные средства. Можно сократить разговор. Конечно. О чем тебе разговаривать. А какой объем двигателей у BMW 5 серии? Вы мне слышите? Нет? Да, да, да. Слышу. Удивление не слышу. Вы разговор видите не о том. Да ну я тебя спасать пытаюсь. Вот ты понимаешь, что людей в яму загоняешь в петлю, а я тебя спасать пытаюсь. Понимаешь, тебе везет очень. Скажи мне, какой объем у BMW 5 серии? И сколько вообще серий 5 серии? Ой, чудо-дей. Ладно, давай клади трубку. А это? Клади трубку. Клади трубку. Ожидай. Ожидай. Ожидайте, ожидайте. Друзья, ждайте. Ты посмотри в ютюбе, там, ну, интересно, что тебе будет. Может, перевернется что-то в голове. Отседу.